Всем здравствуйте! Меня зовут Анастасия Пенетосская, и это мой проект Tribal Life. Интересно про Tribal. Итак, наверное, немножечко помпизно я хочу открыть свою новую рубрику. Интервью с экспертом. Я долго думала, может быть, не стоит выдумывать заново велосипед, а для того, чтобы что-то получить, а именно конкретные вопросы для решения своих проблем, я найду человека, который имеет твердую экспертность, кейсы и результат в той тематике, которая мне интересна. Создам подборку вопросов и обращусь к эксперту, и он поможет мне посмотреть на мою проблему с разных сторон. Поможет как можно быстрее прийти к тому результату, который я хочу получить. Сегодня тема нашего интервью – сценический стресс. Моя студия, а именно студия Tribal Bilydance, фитнеса и йоги Пандук в городе Москве развивается. Появляются новые преподаватели. У нас сейчас большое количество студентов, и эти студенты переживают новый этап в своей жизни. А именно, они превращаются из обычных людей в танцоров. И, конечно же, они чувствуют определенный стресс. И их переживание влияет в том числе и на меня, как на руководителя студии. Поэтому сегодня я пригласила к себе, я пригласила к себе Свицкову Елену. Она клинический психолог, магистр психологии, аспирант по направлению медицинская психология, юнгианский аналитик и сновед. Елена, спасибо большое, что пришла ко мне, что нашла время и возможность посетить студию. И я попрошу тебя сначала рассказать про себя, про то, в каком методе ты работаешь. Ну, по возможности, может быть, коротко. И как ты можешь помочь слушателям, зрителям решить проблему со сценическим стрессом? Вот когда они испытывают этот стресс? Поняла твой вопрос. Привет! Еще раз. Очень здорово, что меня приглашают на такие прекрасные события. Это, скажем так, не дебют для меня, но всегда интересно. Я, Елена, как уже сказала Анастасия, клинический психолог, сновед, юнгианский аналитик, также работаю в когнитивно-поведенческом подходе. На данный момент это самый современный подход, основанный на доказательной медицине. Но, тем не менее, есть много разных других подходов, поэтому я работаю как в когнитивно-поведенческом подходе, так иногда в юнгианской психотерапии. По-всякому по-разному, что кому подходит. Давай с тобой начнем с самого начала. Разберемся в том, что же такое стресс. Вот с точки зрения психологии, что это такое, с чем его едят. Непонятная вещь. Предположим, мы никогда раньше про него не слышали. Начнем с базы. Начнем с базы. Очень классно начинать с базы, потому что, когда не знаешь, с чем имеешь дело, начинаешь неправильно действовать. Стресс, понятие, ввел Ганс Илье, и он говорил, что это такая реакция организма, сопровождающая нас, когда мы делаем что-то новое, и когда мы имеем какую-то адаптацию к чему-то новому. То есть каждый раз, например, когда вы купили себе новый фен, девушки, наверное, нас поймут, и вы не знаете, как им действовать, как им сушиться, как выпрямляться какой-то новой плойкой, например, вы берете и начинаете испытывать стресс. Исходя из понимания понятия стресса, открытая Гансом Илье, мы понимаем, что это стресс. Когда вы начинаете бегать, то есть быстрее, чем вы бегали раньше, у вас начинаются определенные реакции организма, которые тоже можно назвать стрессом. То есть, что бы вы ни делали в вашей жизни новое, даже чуть-чуть новое, это можно назвать стрессом. Так вот вопрос. Получается, стресс, он сопутствует жизни, в принципе, и тогда мы можем сказать, что не стоит демонизировать это понятие. А есть ли разница между тревожностью, сейчас очень популярное слово, стрессом и, например, страхом? Безусловно, есть. Остановимся на различии понятий страха и тревоги. То есть, страх – это определенная реакция организма на опасность, реальную опасность. А тревога – это что-то такое, это такая же реакция организма, но она не имеет определенного какого-то предмета. То есть, я могу тревожиться сейчас, но я не понимаю, что меня конкретно тревожит. Ситуации нету такой конкретной? Нету, она размытая, это тревога. Можешь ли ты сейчас что-нибудь посоветовать, такое базовое для людей, которые первый раз выходят на сцену, какое-нибудь, может быть, упражнение, первое, что тебе приходит в голову, чтобы быстро решить проблему вот этого первого возникающего стресса для человека, который первый раз идет в сценическое пространство? Да, я думаю, да. Хотела бы сказать, что все-таки, когда вы планируете выступление, вы все-таки планируете его несколько заранее. Совершенно точно. Совершенно точно. И к этому можно подготовиться как когнитивно, то есть с помощью каких-то там рассуждений у себя в голове и с помощью психотерапевта, или самой, если умеешь, и можно это прогнать внутри поведенчески. Вот что касается спланируемого выступления, то можно помочь себе тем, что я очень люблю этот совет, давай всем, окружить себя только поддержкой. то есть ограничить тот круг людей, которые внушают вам, как вам кажется, неуверенность в себе, потому что мы все знаем, что страх публичных выступлений, сцены, он, ну, один из просто сколывающих страхов. Вы либо замрете, либо убежите, либо будете покрываться градом потом, чем угодно. Поэтому, если возможно, если вы чувствуете от человека рядом, и либо это семья, либо это какие-то коллеги по работе, оградить себя по возможности от всех так называемых, сейчас у нас модно, токсичных интервенций в вашу сторону. И это должно создать достаточно такой сбалансированный фон для того, чтобы вы могли дальше с пониженным таким уровнем тревоги идти на сцену и совершать какие-то там манипуляции. Я обычно, когда готовлюсь к такому важному сценическому выступлению, как мне кажется, вот сейчас ты подтвердила мои суждения по этому поводу, я даже себе белье готовлю, чтобы оно было удобненькое. То есть я себе заранее делаю масочку какую-то с вечера, готовлю костюм, подготавливаю себе, если мне нужны успокоительные какие-то, ну, если, например, я знаю, что стресс будет действительно высокий, я не смогу с ним собладать. И ты сейчас своим вот этим вот советом подтвердила мои, ну, как бы, идеи, что я вроде правильно действую. Когда я готовилась к этому интервью, я спросила студентов, и это был такой публичный соцопрос во всех соцсетях, назовите, пожалуйста, основные страхи, которые у вас возникают перед сценическим выступлением. И вот они мне накидали, я пока просто озвучу. Значит, они без аранжирования, просто, это раз, два, три, четыре, но, как бы, они не расставлены, никак не аранжированы. Первый страх – меня смеют. Непонятно кто, непонятно как, но вот переживают. Я забуду движение. Ну, наверное, страх ошибиться – это самый важный, самый главный страх, хотя тоже сомнительный. Смотрим дальше. «Упаду в оморок от страха». Кто-то заметит, что я ошибусь. Вот интересно, здесь есть «я забуду движение», и кто-то заметит, что я ошибусь. И упадет украшение, либо что-то произойдет с макияжем. Как это, знаете, кажется, у вас ус подклеился. Студенты спрашивают, что с этим делать. Вот я испытываю такие страхи. Можем даже это сделать сейчас в качестве кейса. Предположим, я к тебе прихожу как к терапевту и говорю «Елена, мое сердце стучит от страха». Хорошо, что стучит. Отлично. Итак, я испытываю следующие страхи. Переживаю, что меня смеют, переживаю, что забуду движение, не дай бог упаду в оморок от страха, ошибусь, и кто-то заметит, и покажет на меня пальцем. Упадет украшение, либо размажется макияж. Что мне делать? Помоги мне, пожалуйста, дай какой-нибудь совет, ну, либо примени психологические какие-то методики, тактики, карты Таро, шар. Ну, это для продвинутых. Мы простые психологи, мы карты Таро не используем, эзотерику не используем, не взываем кармию. Нет, у нас все просто. Женские круги. Продолжим. Сейчас мы создадим такого Франкенштейна. Представим, что вот мы из всех наших учениц, твоих учениц, создали такое вот существо, у которого есть все вот эти страхи. Что бы мы делали? Для начала мы бы услышали человека, не обесценивая всех его страхов, потому что в терапии это путь к провалу, и приходит человек, чтобы открыться, чтобы ты валидизировал его чувства. То есть, что такое валидация? Это принятие его чувств. Не обесценивая, нет, да это полный бред, это полная фигня. Нет, ребят, вы можете чувствовать все, что вы хотите, вы имеете право на любой бред. В моем кабинете точно. Я даже иногда с этим не могу ничего сделать. Я просто чувствую, переживаю, вот что есть с этим, как бы куда это заткнуть, я не знаю. Я, простите, не умею. Чувствую, и все. Все правильно, потому что затыкание имеет свои особенности потом, и это чревато некоторыми проблемами, которые потом, ну, к сожалению, придется решать другими способами, более жесткими. Так вот, вернемся к нашему Франкенштейну. У нас такой человек пришел, значит, рассказал нам о всех этих страхах. И мы в первую очередь можем спросить его, а давай мы посмотрим на некоторые континуумы. Вот есть у нас, например, пять страхов. Раз, два, три, четыре, пять. Возьмем, например, листочек, или если это возможно сделать мысленно, мы думаем о том, какой бы страх был на первом месте, какой на второй, какой на третий, какой на четвертый, какой на пятом месте, исходя из того, что первый страх у нас самый маленький, а пятый страх это апокалипсис, боже мой, невозможно с этим справиться. Ну вот если бы мы сейчас разыграли такую некоторую сценку, ты Франкенштейн, я терапевт, я первая надела халат, поэтому давай попробуем. Твой первый страх. Значит, который меньше всего страшно. Маленьше. Упадет украшение, либо что-то произойдет с макияжем. Окей. Я ухожу, я нахожусь достаточно на удалении от зрителя, поэтому, ну, это может случиться, но все-таки, как бы, они могут даже не обратить внимание. Это там дальше, при просмотре видео, может, как-то станет явно, но это не страшно. ошибусь, и кто-то заметит. Ну, окей, хорошо. Я забуду движение потом. Кстати, вот в этот момент чаще всего наступает ступор, но это у меня лично. В этот момент обычно так, здесь это, лоудинг, и в какой-то момент можно даже пропустить, ну, условно, восьмерку по музыке во время зависания. Так, а что дальше делать? Я где-то потерялся в космосе, завис. Вот, скорее, даже мне страшно вот это вот ощущение зависания, чем то, что я забуду движение. Наверное, упаду в оморок от страха. На практике я видела таких девочек, которые выступали и прямо на выступлении на сцене, на сцене, в сценическом пространстве она ни с того ни с чего падает. Это, скорее, страшнее даже не для нее, потому что лежит бездыханное тело, а организатором. Непонятно, как это со сцены оттаскивать. Ну, то есть, это ж нужны какие-то люди, которые... Какая-то заботливая. Ну, оно же лежит, то есть, нужно как-то оказать какую-то помощь. В этот момент стресс, скорее всего, испытывают и зрители. У всех. Все заряжаются в этот момент стрессом. Ну, так тревожностью, во всяком случае, точно. Вот. И как организатор я буду очень сильно переживать. Как человек, который лежит, ну, я уже как лежу. Ну, а что, все? Как бы, мне там... Ах, мне дурно, пожалуйста, водички. Вот это вот все. Ну, там только момент падения, наверное, самый страшный, чтобы не удариться. и вот это вот ощущение проваливания куда-то. Вот. Ну, и самый апокалипсис? Ну, для меня, как мне кажется, вот. Как Франкенштейн. Как Франкенштейн. Окей, меня смеют. Наверное, он, вот именно этот страх, лично для меня, связан с каким-то непризнанием, что, знаешь, покажут так пальцем и скажут, ты, ты вот такой, ты плохой, ты не сделал, мы все сделали, а ты не сделал, мы все старались, а ты не старалась. Ты не оправдал наших ожиданий. не оправдал ожиданий, ха-ха-ха-хи-хи-хи-хи. А еще страшнее, когда зрители, вот знаешь, в фильмах обычно показывают, что что-то берут зрители и начинают помидорами, яйцами вот это вот кидаться. Какой же это век-то был? Ну, сжигали на кострах, помню, да? Да, да, да. Федьма, так вот, я их, значит, как-то аранжировала. Давай еще раз, упадет украшение, аж пусть кто-то заметит, забуду движение, упаду в оморок и самое страшное, меня осмеют. Осмеют? Ух, помидоры мы закидаем. Прекрасно. Вот наш Франкенштейн поднапрягся и составил, значит, ранг своих страхов. Первое, еще раз, пожалуйста, напомню, что мы сейчас будем с этим делать? Разберем. Первый. Самый слабый. Самый первый, да, самый слабый. Самый слабый. Упадет украшение, либо что-то произойдет с макияжем. Вот. Упадет украшение, что-то произойдет с макияжем. Во-первых, мы должны понять, какова вероятность, что это случится. то есть, если отсюда два логических выхода. Если это когда-нибудь случалось, блин, ну вы же это пережили? Франкенштейн-то все-таки жив. Он пережил, что у него упала сережка, смазался макияж. Он жив, счастлив. И, скорее всего, до этого момента он и не вспоминал об этом. Или она кто же там у нас танцует, ну, как бывает. А если мы предполагаем, что это может случиться, иррациональность такая некоторая входит нам в голову и не может нас отпустить. Для того она иррациональность, чтобы задать ей вопрос. А какова вероятность того, что это случится? И тут, привет, математика. 50 на 50, сказали блондинки. Так, ну давайте поконкретнее. Если уж мы хотим работать над этими ну, такими иррациональными установками, давайте подумаем, какова вероятность того, что у нас случится. Ну, это вероятность моей рукожопости, если я что-то не проконтролировала и сделала. У начинающих чаще. Почему? Потому что у них опыт накрашивания себя и делания прически ниже, чем у профессиональных танцоров. Например, у меня сейчас все прибито намертво. Вот я как прибила, оно там и держится. А у начинающего, соответственно, он еще, девушка будет пристреливаться, она первый раз может это все складывать, соответственно, волосы прям могут распуститься. Но, с другой стороны, и как бы, и что? А вот сейчас ты классно вот это вот проговорила, когда был когда-то такой опыт, ты сейчас рассказала о том, что называется копинг-стратегия. то есть копинг в переводе это преодоление, преодоление некоторой ситуации, которая возникла когда-то и теперь ну как бы я использую свой опыт. Ты используешь опыт для того, чтобы придумать что-то такое, что с помощью чего ты можешь избежать эту ситуацию. Поэтому, если у тебя когда-то стерлась помада, то ты ее клеем покрываешь, грубо говоря, ну давайте, да, вот так вот метафорически говорить. А если у тебя что-то случилось с волосами, то ты намертво их лачишь, лачишь, лачишь. И тогда ты снижаешь процент вероятность того, что с тобой что-то случится. Это копинг-стратегия называется. Очень интересная идея, которую ты сейчас затронула. Получается, что весь мой сценический опыт, по сути, это ряд факапов, которые я преодолела, получила бесценный свой собственный уникальный опыт, и по сути я его теперь применяю в жизни, ну и за счет этого меня можно считать танцором более высокого условного ранга, только благодаря вот этому вот опыту. У меня же мурашки ушли, ты представляешь? Ну, звучит классно. Получается, из своих ошибок как поэты, да, поэты просто говорят, вот давайте ошибитесь, из ваших ошибок возникнет что-то такое новое, вы станете лучше, вы обогатитесь как личность, вы станете сильнее, ну да блин, все это так, только очень сложно начать ошибаться. Факт, факт, это очень страшно. Да, но, но танец это ошибки, для меня танец это прям, даже и основное направление, которым я занимаюсь, гуповая импровизация, это танец, который родился, развился на ошибках и теперь то, что мы танцуем это последствия этих ошибок, поэтому очень интересно, ошибаться круто оказывается, прям, давайте ошибаться. Давай рассмотрим второй пункт. Хорошо, второй пункт, как раз ошибусь и кто-то заметит. Наверное, это все-таки про технику. Может быть про технику, может быть про что-то иное, может быть это опять же некоторые рациональные установки, опять же может это быть еще наш подарочек от эволюции, когда мы очень боимся оценки окружающих. Какая раньше была история с оценкой? Если ты выгонялся из племени, тебя исключали из племени, потому что ты кому-то там может быть вождю не понравился. Какие причины могут быть? Разные причины могут быть, мы уже не узнаем. И что для тебя это означало? Если ты не понравился другим, ты выходишь вон из этой социальной группы и там за воротами этой социальной группы волки вымрешь. Никакой тебе самки для размножения. Полный экзистенциальный ужас. Спасибо эволюция. самки не будет. Самки не будет. Спасибо эволюция. Она нам принесла вот такие небольшие подарочки. И об этом стоит помнить. И каждый приходящий на мою сессию, на сессию других КПТ-терапевтов обязательно осведомляется о том, что ребята, это эволюция. Это подарочки. И если вы будете им следовать, ну, к сожалению, наверное, вы не уйдете дальше в развитии, чем астралопитек. Это очень грубая, ребят, конечно, но сейчас, слава богу, везде еда, везде самочки, везде дома, пожалуйста, все, что угодно. Помните, что это иррационально такого случиться не может. То, что вас кто-то отвергнет. Ты знаешь, ты знаешь, вот я сейчас просто хочу закинуть, возможно, такой, на будущее какое-нибудь интервью, но в групповой импровизации, особенно в маленьких городах, иногда возникает такая ситуация, когда есть условный лидер какой-то, приходит девушка, и вот по каким-то причинам, ну, это внутри группы образовались, может быть, какие-нибудь правила и устой, и она действительно не подходит. И тогда есть разные сообщества, в том числе, например, ВКонтакте, Трайбл Патт слушаны, где обсуждают такие вещи, это такое сообщество, куда выливает, ну, все грязное такое, то, что да, то, что в лицо, почему-то люди не могут сказать, но хотят это пообсуждать вот так вот за глаза. Такое есть, и мне кажется, ну, а что, женское сообщество, вот. Ну, раз женское, то все понятно. Да, все понятно. И бывает, описывают такие ситуации, когда маленький город, больше нет преподавателей этого направления. Девушка пришла, и по каким-то, не знаю, личным характеристикам не подошла к группе, и ее начинают выживать. И получается так, что девушку практически выставляют за дверь, и у нее нету больше шансов вернуться вот в это сообщество. Приходится, ну, как бы внутри города, внутри города, вот близко. она может только путешествовать, ездить на фестивали и развиваться только за счет этого. А внутри города все закрыто, табу, там, кто-то между кем-то договорился. Такое тоже бывает, я об этом слышала. И на самом деле, получается, что это грустная достаточно вещь, такая не экологичная совсем, я бы сказала. Вроде самочка, там, должно быть, всем хватать, а тут... Такое бывает. Это самая, знаешь, главная фраза, терапевтическая, когда говорят, а вот ведь на самом деле, вот ты как терапевт говоришь, мы тут с тобой прорабатываем, что все будет толк, что ты со всем справишься. А вот, вот там вот когда-то такое было. Ребят, так бывает. Когда ты рождаешься, ты обреченно, понятно, что не буду у вас выгонять в депрессию, но такое бывает. Shit happens. И надо как-то искать какое-то место свое, надо как-то раздумывать, Но это даже круто, по моему мнению. Это дает возможность не сидеть и ждать море погоды, а искать, возможно, другие новые методы выживания, обучения, такие, которые раньше никто не пробовал. Это дает возможность даже, может быть, вырасти и быть компетентней, интересней, чем этот преподаватель, который вот в этом городе условно N назовем его. Если ты достаточно силен, да, и внутри вот есть вот этот стержень. Это хороший вариант. Классный, но интересно. Третий. Третий. Я забуду движение. Склероз и вот эта обезьянка, знаете, вот эта тушь, тушь, тушь. Ну, давайте будем честными. Чтобы выходить на сцену, конкретно нужно до автоматизма довести движение. Не то, чтобы я настаиваю, но если вы хотите, ну, как бы, да, не лохануться на сцене, хорошо бы все довести до автоматизма. Чтобы появилась мышечная память. Вот Анастасия, кстати говоря, мой преподаватель в том числе. Ну, это так, между прочим. она в студии доводит до такого автоматизма, что, ребят, ну, пять минут позора и вы просто практически не будете ошибаться. Но я превозошла вообще все возможные нормы. Я так и ошиблась. А что самое интересное, я и вышла из этой ситуации без потери сознания и выжила. Так сказать, сапкой. Да, я выжила. Вот. Итак, перед нами человек, который выжил, не потерял сознание, налажал, вышел из ситуации и приобрел новую копинг-стратегию. Ну, вернемся, вернемся, перестанем ржать, таки дадим людям пользу. Давай. Да. Довести до автоматизма свои движения. Это вот даже из собственного опыта. что еще можно сделать? Можно подумать, опять же, какова вероятность, если у вас есть автоматизм движений, уже на мышечной памяти вы работаете, какова вероятность того, что это случится? Ну, хорошо, но у вас случилось такое, может быть. И что же, что самое страшное будет, когда это случится? И тогда в этой ситуации что самое страшное может случиться? Для меня лично это впадание в ступор. Я ошиблась, и вот знаешь, такое, не знаю, бывает ли у тебя, про себя говорю, в этот момент такой потеря в пространстве, а где я вот в этом вот своем движении? То есть у меня же там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз ошибка, она как будто вклинивается вот в это заученное движение в последовательность, соответственно, дальше последовательность нарушается, и мне нужно какое-то время с количеством таких выступлений, ошибок, оно становится все короче, но сначала, я помню, это было прям подвисание, муть в глазах, и я стояла и переживала, что мое переживание было конкретно за вот это время провисания, а внутри в этот момент ощущение такое, как будто реально какая-то белка по кругу и белый шум, быстро ищешь что-то, за что мозг сможет зацепиться, чтобы дать импульс к движению, вот так. Давай подытожим про страх я забуду движение. Самое главное на самом деле это выйти, сделать, если уж ошибся, если уж ступор, то может быть стоит посмотреть по сторонам, остальные же что-то-то будут делать, подхватить их движение и продолжить, не расстраиваться, доделать до конца и уйти гордо со сцен. Продолжать, да, важно продолжать и в следующий раз, если у вас был такой опыт ошибок, создать копинг-стратегию, то есть что бы вам помогло в этот момент вернуть самообладание, то есть вы садитесь дома, когда анализируете там за чашечкой кофе свои ошибочки, думаете, что бы мне помогло в эту минуту мысленно или поведенчески возвратиться в тело, так сказать. Да, сцена это бывает некоторая подготовка и когнитивная, и поведенческая, поэтому не стоит это обесценивать, обязательно занимайтесь своей кукухой. Это важно, это важно. Я чем больше погружаюсь в это, тем больше понимаю, что какие-то дополнительные психологические практики очень помогают мне даже иногда выживать в сценическом пространстве, когда я плохо чувствую, я живой человек, я тоже могу быть не собрана в момент выступления, и дополнительная проработка, осмысление, подготовка себя, как я всегда готов работать, помогает мне жить проще, лучше, мне становится комфортнее и удобнее. Поехали дальше. Четвертый пункт. Да. Упаду в уморок от страха. Оу. Ну, что у нас случается на сцене, скажем, в третьем пункте мы обсуждали, что возможен какой-то ступор, и с этим можно побороться, можно создать методы преодоления. Значит, что у нас может еще случиться при тревоге? Может зашкаливать давление, может учащаться пульс, то есть ЧСС у нас там 100 с хреном выше, или как-то бывает, вот при нагрузках там 150, 160, и тогда люди, которые склонны к тревоге, больше всего, которые очень чувствительны к проявлениям телесным, они думают, что о, сейчас случится кошмар, сейчас я упаду в обморок, я не владею своим телом, может даже случиться паническая атака, которая, в общем-то, наверное, известна 80% жителей нашего города. Что тогда делать? Тогда надо понять, какова, опять же, вероятность того, что случится, ладно, хорошо, вероятность высока, я иду на сцену, у меня есть некоторые опасения, может быть, это вообще мой дебют, и тогда я точно знаю, что у меня поднимется давление, будет ЧСС, 160 и прочие, прочие, прочие вытекающие последствия. Как мы можем подготовить себя к этому? Мы можем за неделю до начинать бегать, приседать, прыгать, а еще есть определенные упражнения в парадигме когнитивно-поведенческой терапии, которые помогут воссоздать в теле те же самые характеристики, то есть, опять же, давление, сердечные сокращения, там, головокружение, которые бывают в стрессовой ситуации. Зачем это все нужно? Повышать себе давление и прочие стрессовые ситуации воспроизводить, для того, чтобы вы поняли, что после этого, после того, как вы весь обливаетесь потом, у вас кружится голова, вы в ужасном состоянии находитесь, но вы не падаете в обморок, это самое главное, что вам нужно взять из этих упражнений. Эти упражнения необходимо делать несколько раз. Почему? Для того, чтобы с каждым разом вы закрепляли за собой у себя в голове то понимание, что у вас не возникнет падения в обморок и у вас не возникнет та паника неизвестных телесных ощущений в неизвестном месте, это очень здорово, это надо тренировать и это вам сильно поможет, когда вы выйдете на сцену. То есть вы не будете так сильно ощущать стресс телесный, когда он наступит, а скорее всего у многих он наступает. Ну, давай будем реалистами. Я на своей памяти это 15-16 лет выступлений за всю практику один раз девочка упала в оморок. Один раз. И это был стресс для всех, но один раз такое вот было. Остальные переживают, обычно рассказывают о том, что переживают, переживают о том, что налажают. Кстати, я еще, знаешь, поймала себя на очень интересной мысли, когда студенты, например, мои, либо когда мой коллектив выходит со сцены, мы обычно не радуемся, что мы выступили. Например, не бывает такого, что вау, мы выступили, как классно, мы провели время. А все такие, боже, я налажала! И вот это вот прям самый первый... Для меня это всегда такой нонсенс, то есть люди не радуются, что они классно провели время, что они накрасились и смогли одеть все первые эмоции после выхода со сцены это я налажала! Даже я не налажала, нет. то есть я такого не слышу. Странно. Просто поймала. Знаешь, такое позволение, мне кажется, эмоциональное, как сказать, что не знаю, не знаю, там вау, я первый приехал, вау, я первый налажал. Да какая разница? Главное, что вы испытываете в этот момент. Если это какой-то ритуал, ну, пусть он будет, но я налажала, окей. Ну, вам же от этого весело. Кстати, про ритуалы. Я для себя выстроила прям цепь ритуалов, которые мне помогают войти в состояние. Есть Настя в жизни, есть Настя руководитель, например, в студии, который хореограф, который преподает, учит других людей, подбадривает их к выходу на сцену, а есть Настя танцор, и это вообще три разные личностей. Мне очень помогает. Я прям для себя это разделяю. Что ж, последний, последний в нашем вот этом списке. Меня смеют. Помидором кинут в глаз. Мы, по-моему, об этом уже говорили. Да, но ты знаешь, по моим ощущениям, как-то цепляется за все и с самкой вместе идут. Осмеют. Вас осмеют. Вы сможете это пережить? Как это должно произойти? Вас действительно кинут помидорами, вам скажут эй, ну, tribal, если мы говорим сегодня о tribal, это, наверное, не тот стиль танца, где там скажут эй, рэп-баттлы такие есть, знаешь, где там говорят, эй, иди за сцену или еще что-то такое. Я, короче, видела. Ну, наверное, как-то не в культуре, что ли, это. У нас, ну, вот, насколько я встречаю, опять же, за все свои года практики, зритель в основном он либо тихий и, знаешь, как такой мертвый, вот, условно, мертвый зритель выступает, там, тишина гробовая, вышел вроде такой выступил, типа, эй, вы там, и как бы тихо, ничего, как будто не забрал, отдал, но ничего вот со сценой не унес с собой. Бывают, когда свои, в основном, это же маленькая субкультура, очень мало приходит чужих людей, дворник Николай вот так вот не зайдет, если он, например, не работает при этом кафе. Какая-нибудь бабушка пришедшая, либо там, например, семья, это будет семья тех девушек, которые выступают, участниц. поэтому все очень лояльно относятся, и так, чтобы прям освистали, сказали фу-фу-фу, ты страшный, там некрасивый, осмеяли, на моей практике никогда такого не было. Понятное дело, что будут обсуждать в кулуарах, но как бы у каждого, кто во что гораст, такое, мне кажется, везде есть, в любой деятельности, везде есть порядочные люди, везде есть непорядочные люди, но это уже другая история, поэтому ошибайтесь на здоровье. Пару слов об обсуждении, когда человек обсуждает кого-то, это сложно, но вам надо принять, что все, что он говорит, он говорит из своей головы, он не видит, что вы видите своими глазами, он не знает, что вы чувствуете, и ничего, сказанное им, не относится к вам. Ну, может быть, ничего скажем, громкое слово, может быть, один процентик, десять процентиков, но все остальное он смотрит на вас через свои, так сказать, окуляры, опыта своего жизни. В общем, если я что-то говорю про тебя, то на самом деле я рассказываю это про себя. Да. Вот, это очень классная идея. Люди, девушки, опять же, преподаватели, молодые преподаватели, это вот для них, мне кажется, сейчас очень важно. Молодые преподаватели боятся проявляться, как это сейчас модно говорить. Почему? Потому что они получат какие-то негативные отзывы. А вот все эти негативные отзывы, это будет не про вас, не про меня. Этот человек со мной делится, по сути, своими полями, когда мне что-то такое высказывает. Важный, важный очень момент. Для меня лично, да. Что ж, с страхами мы закончили. И отлично. Переходим к следующей такой интересной теме. Я знаю, что ты занимаешься трайблом, и я не первый преподаватель, у которого ты училась. И в нашей студии ты приобрела свой личный, даже, по-моему, первый, если я не ошибаюсь, да? Первый. Первый. сценический опыт. Поделись, пожалуйста, своим опытом, а какие переживания у тебя были? Может быть, ты с какими-то страхами столкнулась? Вот как для тебя лично это было? Да, опыт действительно первый выступление был у меня в студии Анастасии Эпенитовской. Пандык. Можно сказать, что действительно с теми страхами тревогами, которые мы обсуждали ранее по пунктам, я умею справляться, поскольку это моя профессиональная деятельность, они щелкаются как орешки. Для меня было важно владеть техникой. В прошлых студиях с прошлыми учителями, с бывшими, я этого не получала, и требовалось больше импровизации, но в моей голове не может укладываться слово импровизация, может, ты меня поправишь, когда я не имею техники, как я могу говорить на другом языке или на своем, если я не знаю, азбуке. Может, я задрот, но мне очень важно. Это скорее темперамент. Есть люди, которые не могут быть ограничены рамками движения и вот этой техники. Им нужно проявлять себя и достаточно сразу быть в какой-то полете, потоке, источнике. Но тогда будет ли это метод танца? У него же есть азбука. Это уже другой вопрос. Но есть такие люди, которые, все, все люди очень разные, и вот кому-то нужно, чтобы было досконально углы, пальцы, мизинец, смотрит ровно на восток 45 градусов. Вот. Кому-то нужно, чтобы это было потоковое состояние, двигайтесь из своего ощущения, вдохните, выдохните. Вот. Кому-то нужно, чтобы было сразу быстрое выступление. Кто-то год не будет выступать, потому что не набрался еще, не подпитался. Нужна вот эта база, база, почувствовать себя в этом. Но мне кажется, мы сейчас с тобой говорим о некоторых крайностях. Кому-то нужно вот только это, кому-то нужно только иное. Но мир-то в балансе, наверное, существует, и это какое-то архетипическое понятие. Поэтому, ты знаешь, для меня и существует такое количество разных преподавателей, и я считаю, что, наверное, ни в одной деятельности нету конкуренции. Почему? Потому что каждый человек находит свое. Один преподаватель будет такой, другой преподаватель будет такой, третий будет делать акцент на это. И если вы пошли и нашли, вот это для меня, для себя я просто делала в какой-то момент такой вывод, если вы пошли и первый преподаватель не устроил, то не надо отдавать ему все годы своей жизни, а потом сетовать на то, что я для тебя, а ты такой, ты мне не дал то, что мне нужно. на твое решение как бы. Да, да, вот. Нужно идти исследовать рынок дальше. В рынке всегда, простите за выражение, задрот найдет своего задрота. Потоковая женщина всегда найдет там, где ей будет комфортно, и она будет выливать свои чувства, эмоции, кто-то там будет корни, наоборот, искать. Кому-то может вообще в партерии комфортнее, намного, чем в трайбле, но это тоже надо понятие осознать. А вот смотри, я как создатель всех своих соцсетей, человек, который ведет свои соцсети, человек, который создает сайты, и первый человек, который сталкивается со всеми клиентами. То есть иногда это я, иногда не я, но чаще всего я, потому что я собираю аналитику. Так вот, ко мне приходят за танцем женской силы. Это змеиный танец рук, и вот нужно, чтобы это была такая волна, поток, и вот сила. Слава богу, еще не было никого, кто бы приходил дышать маткой, но как бы... У тебя все впереди? У меня, да, это будет открытие. Я думаю, там будет... Это вы, я вас ждала. Вот. Как это было для тебя? Является ли для тебя... Может быть, ты вообще шла на... Какой образ был у трайбла для тебя лично? Потому что у всех свой. Для меня это жим лежа, жим стоя, жим сбоку, жим подтягиванием потом, потом еще бег. Вот. А вот запрос, который ко мне приходит от клиентов, это мистический танец, женская сила. для тебя. Для тебя? Я... Я человек, который любит эту всю чернушку. Любит такое мистическое состояние. Да, я тоже так умею. Давай. Вот. И действительно, для некоторых трайбл это про атмосферу какого-то шаманизма, сестричества. Ты смотри, у меня даже руки вот так вот. в принципе, да. Я понимаю, это во мне есть, и вот оно проявляется. Это здорово. Есть такая категория людей. Опять же, когда впадаешь в крайность, есть только вот такая вот категория людей, а есть категория людей, которые задрачиваются по технике. Мне очень важно было и очень приятно было, когда я пришла к тебе и увидела, что я могу импровизировать только после того, как ты меня по технике, понимаешь? И это было здорово, это было классно. Я за первые два часа занятий с тобой поняла, что я нихрена не знала о технике, несмотря на то, что два года я отходила на Трайбл в другую студию. Я шла вот с такими глазами, боже мой, что сейчас было, как это все в голове уместить. И это все настолько сбалансировано. Просто это для меня новый опыт, действительно, как будто я никогда не танцевала. И вот пришла, именно получила то, что нужно. для меня, вот лично для меня, а я прошла разное обучение, преподавалась тоже у всех российских и зарубежных преподавателей Трайбла. И я поняла, что, во-первых, Трайбл, недостаток Трайбла в том, что там мало ног, а ноги, это все-таки, ну, извините, заземление. Я, наверное, все-таки попробую использовать. Для меня это такая стабильная опора в ногах. А руки, это про эмоции. И вот у нас... Так вот, в танцевальной двигательной терапии мы разделяем немного вот эти движения. Если руки, то это про эмоциональность. И это что-то такое. Здесь много эмоций, человек такой весь яркий, показывает себя. И люди, в основном, это мужчины. Мужчины, они в основном стоят на месте, такая посадка низкая. Вот. И можно тогда говорить о опоре, серьезном, о том, заземлении, если это можно так назвать. Я все-таки за... Еще опыт общения с другими людьми показал, что важно дать сразу точку выхода в сценическое пространство. И поэтому у нас есть такой быстрый старт. Быстрый танец, который учится буквально за 3-4 часа, он позовый. Там, по сути, нету никакого комплексного движения. Нет этих тройболовых перетеканий. Это позы. Одна сменяем другую через пластическую смену, но тем не менее. И вот как раз ты попала на такой быстрый старт. И с этим быстрым стартом быстро пошла в... Вот здесь еще важно экологично подобрать первое сценическое пространство. Если это будет большая сцена с софитами, с кулисами, с людьми, то там будет переживаний, конечно, больше. Но если это будет какая-то закрытая вечеринка для своих, если это будет все равно небольшое какое-то, но определенное сценическое пространство, где, я точно уверена, никто не высмеет, никто не скажет о параметрах девушки, которая вышла выступать, а то, может быть, там вот эти толстые, они условно не должны быть на сцене. У нас есть такое в связи с балетом, есть идея, что девушки, которые чуть формами обладают большими, чем другие, они не сценичны, потому что ни по балетному не положено. Так вот, я нахожу экологичное сценическое пространство и с этим быстрым танцем быстро выпускаю людей. Ты прошла через это. Как тебе? Что ты испытала? Что ты прочувствовала? Что-то я задумывалась. Что я прочувствовала? Что-то я опять задумала. Насколько я понимаю, это первый сценический опыт. Сколько, если нормально, сколько тебе лет? 34. Вот, вот первый сценический опыт в 34 года. Переживания, ну, мне кажется, я так чувствую, они должны зашкаливать. И если бывает же очень по-разному. Тебя могут просто вкинуть в сценическое пространство, тебя могут собрать и в сценическое пространство. Тебя могут за ручку вывести в сценическое пространство. Как было вот у тебя? Я просто знаю, что я переживаю при этом. Для меня выход любого студента это, как, знаешь, инициация женщины в танцора. И для меня это женщина, ты богиня, иди танцуй. Все, вспомнила. Вспомнила. Это реально была инициация. В смысле, вспомнила. Я не забыла, как это было, я вспомнила свои чувства, погрузилась. Женщина умеет водить в транс. Знаете, это было очень здорово, и буквально до слез, когда нас Анастасия собрала всех в кружочек, этот круг женской силы и подарила всем нам короны, ребята, короны. Я смотрю у всех в глаза на мокром месте. Только не плачьте, ради бога, это же макияж, как нам выходить через пять минут. Она говорила такие проникновенные вещи, и опять все в мурашках, боже мой, да это гиперчувствительность. Это была инициация, это, между прочим, важный момент для женщины. Ну, об этом нельзя поговорить, да, сейчас. для меня лично эта корона была, как некоторое, скажем, обязательство, знаешь, вот часто для многих бывает, когда на них вешают некоторые обязательства, и ты теперь, вот, корона у тебя есть по-королевски, такая важная особа, поэтому, ну, ощущение внутри было важности своей, что ты не просто танцор, а вот ты себя несешь, выносишь на сцену. Важность была, и чувство ответственности на самом деле тоже было несколько более зашкаливающее, чем обычное, и вот эта вот корона, она давала как и право на многое, так и вторая сторона медали ответственности. Это очень важные экзистенциальные вещи, такие личные для какого-то переживания собственного, как это было. Ну, вообще, я на самом деле отметила, как психолог, то, что ты много очень знаешь, умеешь, чтобы подходить к человеку, к студенту твоей студии вот со всех сторон комплексно, то есть, напомни, что это йога-терапия, диалогия, физиология, диалогия скорее больше, психология, клиническая психология, это тогда, когда ты можешь уже видеть какие-то патологии, пусть чуть-чуть, но видеть и знать, как человек может функционировать, что от него ожидать, и мне кажется, что человек, преподаватель может качественно сотворить что-то из того теста, которое к нему пришло, лишь тогда, когда знает, из чего это тесто состоит, то есть, грубо говоря... Всякое тесто тебе разное тесто, одно будет с масличком, другое с макушкой, поэтому тесто-тесто рост. Создадим книгу рецептов? Рецепт. Возможно... Отжарим студента, да. Возможно управлять человеком, когда знаешь, как он работает, поэтому она сильна по-любому. Спасибо. Спасибо. Мне... Ну, как бы, я даже растрогаю. Но это правда, это факты, я ничего тут не добавляю своего. Давай подведем небольшой итог и с нашими студентами, с зрителями, слушателями поделимся правилами сценического выступления. Я подготовилась, создавая эти правила. Ну, как создавая? Наверное, когда я готовилась к этому выступлению, я думала о том, что важно дать некоторые не суперпрофессиональные советики, коль уж вы просите, потому что психологи не дают совет везде, везде, повсюду, это непрофессионально. Ну, у нас вот такой формат полезный, и поэтому вот вам советы от меня. Основные правила сценического выступления, авторские, мы не претендуем на мировую известность. Пока. Итак, как мы уже говорили, и я еще раз повторюсь, потому что это действительно важно, если вы выходите на сцену, как любой человек, вы будете волноваться, вы будете ругать себя, вы будете недооценивать себя, это нормально, примите, так будет. Поэтому, если вам уже не очень выносимы ваши эти чувства недооценки себя, недостаточно хорошести, пожалуйста, отсеките от себя на некоторое время перед выступлением тех людей, которые вам доставляют неудовольствие, которые делают вашу самооценку еще более низкой. Вы испытаете стресс по-любому, вы себя будете ругать по-любому, но зачем вам еще какие-то люди, которые будут умножать... Тебе нехер, выступать, она пошла. Тебе 30 лет, тебе 45 лет. Сиди уже, а то вот этот хвозек на мазке, губехи, ты куда такие? Простетотка. Уберите этих людей от себя, и вы будете чувствовать себя гораздо лучше. А вместо них наберите тут народ, который будет вас всячески поддерживать. Или обратитесь к преподавателю. Человека, который тебя к добиту брать можно, а простетотку изнутря не уберет. Между прочим, простетотки, извините, зарабатывают деньги. Ого-го, какие-то, так что нам есть чем поучиться. Ага, значит дальше. Как мы можем снизить стресс перед выступлением? На какие-нибудь генеральные репетиции в студии, в которой вы обычно занимаетесь, вы можете приходить в полном сническом образе. Сережечки, причесочки, да, все правильно? Да, обязательно прогон в костюмах, потому что это совершенно другие ощущения, другое, другая подача себя, другая инерция костюма, а во время танца есть дополнительная инерция костюма, которая может закрутить танцовщицу на повороте, и она может пролететь нужный угол. Поэтому тут наши мнения сходятся, как в общем-то и во всем, но так вы будете чувствовать себя гораздо привычнее на сцене, и это вам даст очень много плюсов. помните, опять же, мы об этом говорили уже, но все-таки повторим, помните, что телесные проявления всегда будут сопутствовать вашему волнению. Ребята, это не видно никому, практически никому, и если вы находитесь в сфере тех людей, которые впервые вас видят, которые не имеют никакого отношения, скажем, в частности, про нашу тему, к трайблу не имеют никакого отношения, то они будут смотреть на вас как на что-то новое, на какой-то феномен, на какую-то диковинку, и вряд ли они будут смотреть на технику, они не знают, вы для них сейчас тот самый человек, который знает больше всего вашей теме, вы для них профессионал. Вспомните об этом, подумайте об этом. Никто не видит, как вас там тошнит, как у вас урчит желудок, это не слышно, главное не наедайтесь и пожалуйста, у нас в студии сухой закон, я настоятельно рекомендую, прошу и даже иногда требую ножкой стуча не выпивать, не употреблять алкоголь перед выступлением. А такое бывало? В некоторых студиях, случаях иногда считают, что это снимает тревожность, и поэтому девушки употребляют. я считаю, что это наоборот, может быть, в моменте тревожно снимет, но потом она возрастет в разы. Ну, сколько мы знаем, алкоголь это депрессант, поэтому последствия будут. Если вас таки накрывает тревога, вы можете использовать следующее упражнение. Обращайтесь к Елене, приходите, записывайтесь, номер телефона. Но если у вас сейчас есть ручка-листочек или феноменальная память, что стопудово есть, смотрите, что вы можете сделать. Упражнение называется 5-4-3-2-1. То есть, вас накрывает тревога, вы начинаете с первого пункта. Надите и обратите внимание на пять вещей, которые вы видите вокруг себя. Ну-ка, давай-ка. камера, свет, еще одна камера, бутылка воды, что это, цветок какой-то пальмовый, занавес. Да, это уже шесть. Две камеры просто. Хорошо. Это возможно, видите, все прекрасно. Найдите, обратите внимание на четыре вещи, которые можно потрогать, пощупать. Что мы можем пощупать? цветок, картины, кресло, ковер. Ковер, да. Прекрасно. На себе что-то оденать. Да, например, сережки, волосы. Далее, найдите и обратите внимание на три вещи, которые вы можете слышать. Обращаем внимание на свой слух. Что мы слышим? Шум машин, возможно, какую-то музыку. Кто-то разговаривает. Или кто-то разговаривает. Далее, четвертый пункт. Найдите и обратите внимание на две вещи, которые вы чувствуете носиком. Что это может быть? Парфюм или какой-то бальзам для волос. крем, который использовала. Не у себя, так и у него. Ну, или феромоны. Мы, да? Мы же тоже все люди. Найдите и обратите внимание самое последнее на одну вещь, которую вы можете попробовать. Обращаем внимание на вкусовые ощущения. Это вот прям съесть или хотя просто... Ну, кофе, например. А, окей. что еще? А если я прям перед сценой, у меня нету ничего такого, что я могу человек рядом стоять в таком сцену, стену. Ну, договорить как-нибудь, возможно, это тоже можно. Хочет носить сахаром какой-то как лошадки, ну, тогда укоси себя за губу и почувствуй вкус крови. Я не знаю. Вот, вот, да, другое дело. Все средства хороши. Согласна. Окей. Наверное, это пять каких-то основополагающих правил. Пусть это не пять, а пять. У нас там сколько-то набралось, неважно. Так, не-не-не, пятая, забыли пятая. Еще класс, пошло. Да, вспомнила. Значит, вы выходите на сцену и думаете, что сейчас вот этот вот дядя бросит вас с помидором. Неважно, вставляете все, что угодно, ваш любой страх иррациональный, какой угодно, вот в эту конструкцию. Я ожидаю, что единорог прибежит. И вот это вот все. И вот это вот все. Встаете, да, встаете перед зеркалом и говорите, бежит единорог, бежит единорог, бежит единорог, бежит единорог, бежит единорог. Я могу долго время эфира занимать. Дорогая, ты точно на танцы ходишь? Либо тухлые помидоры, тухлые помидоры, тухлые помидоры, тухлые помидоры, тухлые помидоры. Вы это для вас какой-то такой вот стрессовый какой-то негативный негативный негативной энергии энергии их тонической чтобы они она превратилась у вас некоторую труху которую эти слова не должны давать для вас не значить ровно ничего и тогда когда выйти на сцену и подумать у меня должны кинуть тухлыми помидорами тухлые помидоры для вас могут всего лишь каким-то набором букв которые ровным счетом бессмысленно это может вам помочь и так это вот мы имеем данный сегодняшний день right now несколько у нас теперь есть прям правило можно сказать сценического как подготовить себя к сценическому выступлению но но если вдруг тревожность стресс страх вас все еще одолевает у вас есть возможность всегда обратиться к елене напоминаю на клинический психолог магистр психологии аспирант по направлению медицинской психологии юнги не ански аналитик юнги анский аналитик и главное сновид вот если вы хотите найти себя в таком направлении как трайбл трайбл били данс а у нас не женские круги у нас не гадание на картах таро если вам нужен мистический танец женской силы к сожалению это тоже не к нам но если вы реалист если вы хотите привести возможно тело к лету в порядок потерять немножко вес найти друзей единомышленец то пожалуйста студия трайбл били данса фитнес и йоги банду город москва и я ее руководитель анастасия и пенитовская